В рамках 218-го постановления правительства Туссур совместно с НПФ Микран реализует проект по разработке и организации высокотехнологичного производства твердотельных радаров миллиметрового диапазона с применением электронной компонентной базы собственной разработки и созданию на этой основе комплексированных систем мониторинга выделенных пространственных зон. Проект представляет собой разработку системы безопасности, охраны периметров. И чем он примечателен, это то, что в системе безопасности мы решили применить радиолокационные станции высокого разрешения. В этом проекте мы, по сути дела, прорабатываем эволюцию нашего весьма удачного платформенного решения радиолокационных станций, которые уже себя зарекомендовали и которые были в том числе разработаны при исполнении предыдущего проекта по 218-му постановлению. И включает в себя три радиолокационных станции. Это высокочастотные диапазоны, это К-диапазон, это диапазон КА и диапазон W. Для чего вообще применяют радиолокаторы в системах безопасности? Это очень удачное комбинированное решение, когда вы минимизируете количество видеокамер по периметрам, во-первых. Во-вторых, вы снижаете человеческий фактор, потому что человек может не заметить на самом деле какие-то прецеденты нарушения периметра. А локатор это дело уже в автоматическом режиме отследит и направит видеокамеру туда, где происходит нарушение периметра. Собственно, в этом глобальная идея этой системы и заключается. Совместно с Томским университетом в системе управления радиоэлектроникой мы оценили этот проект. Мы считаем, что он нам совершенно по силам. И в настоящий момент идет его плановое исполнение. Для обеспечения технологической безопасности мы приняли решение разработать в этом проекте собственный чипсет для СВЧ-трактов. И планируем его производить на собственной галли-арсенидовой линейке, которую располагает фирма Микро в настоящее время. В данном проекте ТУСУР занимается разработкой программного обеспечения, занимается разработкой топологии МИС и разработкой отдельных частей радиолокационных станций.